Дорогие друзья, дорогие друзья, мы очень рады иметь возможность реализации Совета Республики в рамках вашего визита к Москве. Тем более, что мы же правильным предоставлением нашего взаимодействия являются очень важными источниками проведения совместных внешней политики. Мы знаем, как нам было сделали для развития своего государства, для укрепления нашего союзнического и союзнического партнерства на предыдущих должностях и международных. Теперь, когда вы возглавили Совет Республики, ваш опыт и таланты появятся и на этом. Очень рады рассмотреться. Спасибо большое, Сергей Викторович, за возможность такой встречи. Я действительно зашел на периодическое занятие, как то, что в своей стране мысли, что я очень долго здесь не был. Поэтому большое спасибо за вашу встречу и решить целый ряд вопросов и вопросов свечных и первых позиций. Действительно, Российская Федерация – это не пословно, не пословно. Это наш самый успешный, проверенный друг, который, если здесь не у кого-то не бывает, по-моему, на сомнение. Это взаимно. Да, не в наших отношениях, ни в мире, ни в мире. Поэтому большое спасибо за поддержку, которая оказывается Российской Федерации. Российской Федерации – это международное время. Мы согласовываем, правильно выступаем. Мы взаимно поддерживаем, переживаем. В этом году уже в прошлом году очень много спасибо за внимание на области. Мы видим, сколько делается Министерство и Министерство и Министерство и Министерство и Министерство и Министерство. Мы всегда знакомы с вашими выступлениями на международных формах вашей позиции. Особенно сейчас и международными временами, по сути, и темами, которые происходят здесь. Поэтому, действительно, следует отметить это как высочайшее уровень взаимопонимания и согласованная политика международной реализации. У нас, я считаю, хорошее здоровое дело, в Евразийске и Министерство и Министерство. Подписаны все необходимые документы. И сейчас надо осуществить полноценную выполненность. И вчера во время достаточно предложительной встречи в Министерстве и Министерстве и Министерстве и Министерстве Иностранных дел, как делам, как делам, какixa и свои, а что там. Сколько лет не желаю. Это, безусловно, предстоит очень много работать. Как коллеги законодательстве, так и, безусловно, экономической сфере, Мы, безусловно, полюбили в Министерстве иностранных дел, которые мы с послом, с нашим обсуждали все эти вопросы. Пользуясь тем, чем я хотел бы выгодить, в Министерстве иностранных дел, вас лично, я собираюсь представить поддержку нашей депрессии в Москве за понимание тех вопросов, с которыми мы обращаемся. Ну, безусловно, кому же прислониться, как-то прислониться. Поэтому от Евразийского экономического союза я должен сказать, что у нас очень большие ожидания. Ожидания такие, как и государственного масштаба, так вот и моментовому населению, людей, здесь, значит, что будет, как, и причем это в позитивном плане житье, значит, нет какой-то там тревоги, нет сомнения тех, что это будет хорошо. То есть, что бы было, что бы история, что бы это произошло. Мне кажется, что это не только мы, а в социале, но и президент, это достаточно однозначно высказано, что все-таки вот этот переходный период, и это очень длительный срок, не только экономического, но и других составляющих интеграции. Зона свободной торговли, таможенный союз, экономический союз, военный, фактический, политический, то есть подготовка спрессовать можно было бы.